Добрый день. Рад приветствовать всех, кто нас смотрит, и уважаемых коллег, участвующих в данном мероприятии. It's good to welcome everyone here, to welcome all the colleagues. Сейчас я научусь управлять презентацией своей. Я представляю Национальную электронную библиотеку. Это проект, который ведет как оператор Российской государственной библиотеки, крупнейший библиотеки страны. Слово электронное говорит о том, что мы, конечно, вовлечены скорее в цифровую дистрибуцию и в управление цифровым контентом, но, помимо всего прочего, конечно, наша задача состоит в том, чтобы обеспечить максимально быстро, удобный и легальный доступ к авторитетным источникам знаний, ну и, собственно говоря, отправить читателя за книжной бумагой в библиотеку или отправить за книжной бумагой в магазин, тоже в данную концепцию вполне себе укладывается. Я представляю Национальную электронную библиотеку, которая управляется с Россией Национальной Библиотеки. И, как известно, из названия, мы обеспечиваемся с контентом, с обеспечением книжной библиотеки для общества. Но также мы занимаемся на функциях директора на традиционные библиотеки, если они нужны к книжной бумагой. Игорь, я единственный поправлю, мы Russian State Library, потому что Russian National Library, это коллеги из Санкт-Петербурга, мы их поздравляем с 225-летием, которое они отмечают в этом году. Основные направления работы, которые мы перед собой ставим, это, прежде всего, вовлечение в чтение, мы относимся к Министерству культуры, к развитию культурной отрасли, куда вовлечь чтение и в чтение однозначно входит. Для этого мы развиваем... Да, давайте я. Пардон. Окей. So, these are our main directions of our work. And the first one is involving people into readership, because we pertain to the Ministry of Culture. This is one of our main functions to increase readership among Russian population. Соответственно, в рамках этой их направления работы, мы создаем собственные целевые продукты для целевых аудиторий, которые могли бы быть интересны. Мы проводим активности, популяризирующие чтение, и создаем инструменты, которые это могут сделать. И также мы создаем инструменты для коллаборации читателей, ну и места, где они могли бы общаться. Также мы являемся библиотекой получателем обязательного экземпляра. Это legal deposit. Соответственно, с некоторых пор мы обязательный экземпляр не только собираем и храним для потомков, но и пытаемся его полезно использовать. Я немножечко позже, более глубоко расскажу о том, как мы это делаем. Another function that we have is receiving and keeping the legal deposit of every book published. And recently we're not only keeping those books, but also using them in new ways, which I'm going to describe later. И третье большое направление – это внедрение новых форматов, новых способов чтения, так называемая цифровая трансформация, предназначенная для обеспечения удобства чтения и для того, чтобы повысить чтение максимально. And the third direction of our activities is digital transformation, which is connected to digitalization of available formats, so that reading becomes more convenient and more accessible to those who have this opportunity of accessing digital formats. Касаемо интереса к чтению, вот я должен заметить, что мы не заметили падение интереса к чтению. Мы видим рост интереса к чтению. Мы только по обращению к объектам НЭП, то есть это к чтению НЭП. У нас не самая удобная читалка, но мы видим, что за апрель люди к нам обратились почти столько же раз, сколько за весь первый квартал. А на Библионочь в этом году было более трех тысяч лет. миллионов человек посетили Библионочь, то есть люди, которые ждут мероприятий, связанных с чтением, это люди, которые ждут книги, они ждут возможность, на самом деле, выйти из дома и пойти в библиотеку, в книжный магазин читать. Девятый, если бы мы, друзья, ходили из дома ими, то есть люди, которые ждут книги. И они ждут, чтобы они ждут книги, которые ждут книги в книге. книжные памятники Мы делаем новые дигитальные проекты например, дигитальные литеральные памятники и мы имеем более 8 000 раритий которые были доступны для людей и эти раритий были не доступны для общества Мы запустили специальный продукт по доступу к свежей прессе Мы готовимся к запуску специального мобильного приложения оно в основном для школьников мы должны были его запустить еще весной и оно готово полностью но в связи с коронавирусом мы как раз решили перенести его запуск на осень И есть специальная дигитальная аппликация для школы которая была запущена в сентябре но из-за коронавируса мы решили перенести его запуск и он будет запущен в сентябре Чем важно такое приложение для школьников и для индустрии? Мы стараемся внести в это приложение во-первых, только легальный контент во-вторых, мы создаем привычку к чтению наше приложение имеет некоторые игровые механики которые предлагают и заполнить такое поле знаний и установить цели по чтению и оно напоминает, что пора прочитать еще 4 страницы или еще 10 минут и, как говорят английские ученые 21 день постоянного выполнения какой-то работы вызывает привычку Мы очень рассчитываем, что многие школьники выработают привычку читать ну и, собственно, попадут уже дальше в руки издателей для каждого школьника которые также содержатся для ремонта для ремонта для ремонта для ремонта например, вы должны читать 4 страницы сегодня, пожалуйста, начать и продолжать и продолжать и мы надеемся что константы с этой программой создает хабит, что, как мы уже говорили это произойдет 21 дней от репетных или более от ремонта мы надеемся что это хабит в жизни русских школ-школ-школ-школ-школ-школ-школ-школ-школ-школ-школ. относятся к какой-то теме вот за последнее время выпущенная вот пять последних которые я здесь просто вижу ну быстрее всего нашел и конечно мы делаем специальные проекты вместе с нашими коллегами от Exmo и есть несколько их и вот пять топ-of-mind проекты мы сделали вместе теперь переходим к legal deposit системе обязательных экземпляров мы получателем обязательных экземпляров и ставим перед собой задачу обеспечить читателям доступ к 25 может быть даже 30 процентам новых книг бесплатно для читателя при этом когда я говорю что приношу фразу бесплатно для читателя это не означает убыточно для издателя в прошлом году мы получили подзаконные акты которые позволяют нам пять процентов лучших книг выкупать за счет средств бюджета полностью без ограничений и еще 20-25 процентов книг приобретать по модели за фактическое использование то есть то количество читателей который придет к нам за этими книгами и будет оплачено государством издателям и и и и институт только как так Это означает, что, как много читателей приходят, чтобы читать книги, то это количество книг будет куплено от публичности на цене национального бюджета. Возможность чтения за счет читателей или третьих лиц. Это либо направление к платформе дистрибуции, которая уже есть на рынке, либо для, например, маленьких издателей, у которых не очень большие объемы потребления, мы планируем к заплату свою собственную платформу дистрибуции, которая бы позволила им сократить расходы. Диман, а национальный бюджет. Как за остальные книги, которые не были covered в этом принципу, мы используем книги с возможностью платформы дистрибуции на рынке, или на третьих партиях. Мы используем доступные платформы дистрибуции на рынке, и для тех публичностей, которые были маленькими, чтобы довольны этой возможности, мы сейчас создадим нашу дистрибуционную платформу, которая будет обеспечивать их. В прошлом году был запущен у нас пилотный проект по оплате за фактическое использование. Слева мы видим, как платформа статистики выглядит для издателя, когда он по каждой своей книге, по каждой своей странице, по каждому читателю видит подробный отчет. Справа мы видим то, как это выглядит для читателя. Читателю достаточно подтвердить, что он является гражданином Российской Федерации или находится на территории России и имеет право читать за счет государства, то есть ходит через госуслуги и получает доступ к чтению. Продолжение следует... Такой проект запущен с августа 2019 года до конца года мы получили 30 тысяч книг в качестве обязательного экзаменов. Электронной форме 2000 из них уже доступна по данной модели за счет заключения от 162 лицензионных соглашений. Старого с августа 2019 года мы launched the system, and since then 30,000 titles have been accepted as legal deposit in the electronic form. На данный момент мы платим 10 копеек за каждую страницу научной литературы. Наверное, это не очень много, и в условиях поддержки, в условиях пандемии, эту цифру можно пересмотреть, а с другой стороны, как в знаменитом анекдоте, 22-й крупь, в общем, тоже деньги. Мы планируем уже в следующем году разворачивать платформу дистрибуции Иридиум. Мы как раз в настоящее время подписываем соглашение с платформой дистрибуции. Среди участников проекта много уважаемых партнеров. Платформа основана на контейнере EPUB, защищена системой DRM, при этом эта DRM, она вендор-индепендент, то есть она не зависит от оборудования. Мы рассчитываем на то, что в следующем году мы уже сможем такой сервис предлагать издателям, особенно тем, кто не может позволить внедрять большие сложные системы. The platform we are partnering with and using right now is Ридиум. We have many partners in this project. The container we are using is EPUB, which is protected through digital rights management system, which is independent of the producer, so that it will be available on different platforms. And we will be ready to offer this platform to those publishers who are small enough to find it difficult to develop similar platforms for themselves. Ну и немножечко о движении вперед. Мы сейчас заканчиваем большой пилотный проект, связанный с оцифровкой документов. Например, у нас в архиве лежит много документов, которые бы, казалось бы, стоило оцифровать, но это не улучшает их доступность. На примере старых газет, например. Старая газета в оцифрованном виде не позволяет нормально читать, нормально искать. Мы запустили сейчас пилотный проект, когда при помощи машинного обучения и искусственного интеллекта мы сначала делим полосы на блоки, каждый блок отдельно распознается, каждая статья, а дальше еще специальные мэры, алгоритмы ищут, например, упоминания каких-то персон, упоминания географических мест, родов войск, на примере Красной Звезды говорю, для того, чтобы сделать доступ к контенту максимально полезным, максимально близким и максимально релевантным. One more pilot project I wanted to mention now is digital recognition of old titles. It's not a secret that for many titles a simple digital recognition and digitalization is not enough for accessibility. Like, for example, when we're having a newspaper, just scanning and recognizing it is not enough to make it easily accessible. So in this case, we are having this pilot project, which is using machine vision and artificial intellect that is able to divide the page into semantic blocks, each of which is further analyzed through special algorithms, which help identify names of people, geographical names and other data, so that all the content available on the page is accessible to the reader. Еще одна наша такая пилотная разработка это система по переводу в мобильные форматы опять же, всего, что только можно. Она позволяет скомпоновать результаты цифровки как раз в отдельные издания с тем, чтобы обеспечить структурную семантику, с тем, чтобы метаданные как раз преобразовывались ко всем необходимым форматам в автоматическом режиме, ну, максимально автоматическом режиме. Another pilot project, which we are working on currently, is making it all available in mobile format. And this project is precisely using the outcome of the previous project, the metadata and the structured content of each title so that it is available in mobile format to the readers. Ну, мы используем много разных полезных технологий. Очень приятно видеть сегодня, участвовать среди коллег, в том числе из Германии, где эти технологии применяются давно и успешно и показывать их логотипы не только на слайдах, но и, что называется, почти живьем с ними общаться. И мы используем много технологий developed в различных компаниях, и я рада видеть наши коллеги из Германии, из университетов, из компаний где все эти технологии будут использованы активно. И это хорошо видеть их не только в нашем презентации, но и почти в нашем конкурсе. Дальше спасибо. Отдельное спасибо за перевод. По-моему, он был лучше, чем русский текст. Спасибо. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok